Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим на неожиданную тему. Как вытекает вода из сосуда по вертикальной трубке. Казалось бы, что здесь обсуждать. Ясно же, что вода вытекает под действием силы тяжести. Но когда начинаешь разбираться, как именно это происходит, появляется целый ряд вопросов, на которые не так-то просто ответить. Можно сказать даже парадоксов. И сейчас мы с ними и будем разбираться. Давайте рассмотрим какой-нибудь элемент жидкости, который движется по трубе. Понятно, что на него действует сила тяжести. И, казалось бы, под действием этой силы он должен непрерывно ускоряться, как любое свободно падающее тело. Но, с другой стороны, ведь жидкость в трубе движется как целая. И это значит, что скорость вверху и скорость внизу должна быть одной и той же. Жидкость не разрывается. Ну, тогда все элементы жидкости движутся с постоянной скоростью вдоль трубы. Скорость не меняется. А в этом случае, по второму закону Ньютона, мы должны сказать, что сумма действующих на элемент жидкости сил должна быть равна нулю. Но давайте посмотрим, какие же силы могут противостоять силе тяжести и компенсировать ее. Понятно, что на жидкость действуют какие-то силы сопротивления. Но в широкой трубке эти силы сравнительно невелики. И поэтому должна быть еще какая-то сила, которая компенсирует силу тяжести. И единственный вариант возможный, это сила, которая возникает за счет разности давления. Значит, давление на нижнюю часть элемента должна быть больше, чем сила, действующая на верхнюю часть элемента жидкости. Ну, это значит, что давление в жидкости падает, если мы поднимаемся вверх. Снизу давление больше, чем сверху. Ну и давайте мы пойдем от нижнего среза трубки. Здесь давление равно атмосферному. Дальше при движении вверх давление падает, 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 и становится минимальным на входе в трубку. Ну, а теперь давайте пойдем наоборот сверху. Сверху давление у нас тоже равно атмосферному. И на поверхности жидкости оно равно атмосферному. А когда мы сдвигаемся вниз, то давление постепенно растет. Добавляется гидростатическое давление вот этого столба водяного. И получается, что перед входом в трубки давление максимально с этой стороны, а с этой наоборот минимально. И у нас и получается скачок давления. И именно этот скачок ускоряет воду вот здесь, на входе в трубку, так что она набирает ту скорость, с которой потом движется вдоль трубки. И вроде бы мы все объяснили, но это настолько парадоксально звучит, что вот здесь давление гораздо меньше атмосферного. И вот именно это нам нужно сейчас проверить на опыте. И с этой целью мы добавили к установке датчик относительного давления, прикрепив его к верхней части трубки. Так что расстояние от нижнего среза трубки до места крепления датчика составляет 30 сантиметров. Ну и поэтому мы ожидаем, что давление вот в этой верхней части трубки, который нам покажет датчик, будет меньше атмосферного на 30 сантиметров водяного столба или на 300 паскалей. И сейчас мы это и проверим. Датчик относительного давления показывает разность давлений верхней части трубки и атмосферного давления. И мы видим, что сейчас эта разность равна нулю. Теперь я открываю пробку и давление немедленно падает на 230 паскалей. Ну, мы ожидали падение давления на 300 паскалей, а 70 паскалей мы можем списать на действие вязких сил трения. И чтобы увидеть эту разность давлений, мы подсоединили к верхнему отверстию короткую трубочку, опущенную в стакан сильно под крашеной синим водой. Сейчас я вынимаю пробку и вниз полилась уже не красная, а синяя вода, потому что она подсасывается из этого стакана. И у нас получился своеобразный водоструйный насос. А если снова вернуться к идеальному случаю, когда трения воды о стенке нет, то мы можем воспользоваться принципом Бернули для соответственно идеальной жидкости. И в соответствии с принципом Бернули у нас, который представляет собой частный случай закон о сохранении энергии. У нас сумма трех энергий вдоль линии тока остается постоянной. Ну, соответственно, РОВ квадрат пополам это кинетическая энергия, П это давление, РОЖАЖ это потенциальная энергия. Ну и давайте начнем двигаться от нижнего обреза снова вдоль трубки. Ну, при этом помним, да, что скорость воды вдоль трубки остается постоянной. Ну, стало быть, кинетическая энергия жидкости остается постоянной. Значит, здесь у нас давление равно атмосферному, дальше мы поднимаемся, потенциальная энергия РОЖАЖ растет, ну, а давление, стало быть, должно падать, как мы и получили в предыдущем рассуждении. И вот здесь оно в конце трубки становится минимальным. И здесь самое время задать наш традиционный заключительный вопрос. Вот про давление мы все уже поняли. А как найти с помощью принципа Бернули скорость вытекания воды из трубки? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе.